Павел Лакичук, военный эксперт, руководитель проекта по безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте. Добрый день. Вы меня слышите хорошо и видите, потому что я вас вижу, но пока не слышу. Плохо. О, слышу. Прекрасно. Павел, сегодня у нас одной из основных тем является вчерашнее выступление... Вчерашнее выступление Путина на Параде Победы 9 мая. Начнем с того, что вы имели удовольствие лицезреть это зрелище? Ну, я по долгу службы изучаю, наблюдаю за военными парадами и в Москве, и в Севастополе, и в Калининграде, так скажем. Прекрасно. Значит, у нас будет возможность сравнить три парада и главные их составляющие, и главные месседжи, которые на этих парадах доносились. Ну, давайте начнем с главного, с московского. Ну, давай, я могу сразу в целом по всем трем парадам сказать, что, как мне сказал один приятель севастопольский, жалкое зрелище. Севастопольцы привыкли к более помпезным мероприятиям российской армии за последние 8 лет в нашем городе. То же самое в значительной мере можно сказать и о параде в Москве. Особенно меня порадовал отказ от воздушной части парада по вследствии плохих погодных условий. Все парад видели, в принципе, все видели погодные условия. И более того, скажу, если погодные условия ухудшаются, то у россиян для этого есть специальная авиация, которая разгоняет облака, сбрасывает дождь в другом месте. Ничего этого не было. И это свидетельствует о том, что на самом деле причиной этого была не погода, а возможные действия наших подразделений специальных операций против ПЗРК где-то на крышах Москвы. И россияне уже один раз видели, как сгорела Москва за последние месяцы, сгорела в море. Но они теперь совсем не хотят, ни Путин, ни его комарили, они не хотели, чтобы самолет судного дня упал на Кремль. Поэтому воздушная часть парада была сокращена. Ну, в принципе, и по количеству личного состава задействованного, и по типажам, и количеству техники, парад 2022 никак не парад Победы. Ну, вы сейчас вспомнили о потопленном ракетном крейсере Москва. И я вспомнил, что буквально вот одна из свежих новостей о том, что Россия просила Турцию пропустить военные корабли Балтийского флота в Черное море. В том числе флагман Балтийского флота, тяжелый атомный крейсер ВМФ России Петр Великий. Турция отказала. Я думаю, что если бы флагман Балтийского флота вошел в Черное море, он бы мог лично встретиться с флагманом Черноморского флота. Ну, этого не случилось. Павел, давайте еще раз вернемся к параду. Путин, его речь, его обращение. Вы наверняка внимательно слушали и следили, какие месседжи он пытается донести до своего народа, какие месседжи он пытается донести до внешнего мира. Ну, много экспертов ждали от Путина на этом параде либо про возглашение какой-то победы, либо объявление войны, ну и соответственно мобилизации, общей мобилизации. Я, честно говоря, не ожидал, точно не ожидал, что на параде должна быть произнесена какая-то финальная точка военных действиях, потому что, ну, кремлевцы любят символизм, но не до такой степени. Вспомните 70-летней давности события. Да, Сталин хотел победы к 1 мая, к 1 мая получили по загревку Жукова и его комарилья, еще положили полмиллиона людей, и позже завершилась война. Поэтому то, что к 9 мая не завершилась операция российских войск в Украине, как они это называют, безоговорочной победой Кремля, это не значит, что вот 9 мая Кремль остановит эту войну. Она будет продолжаться ровно столько, сколько. Либо будет хотеть ее инициатор, либо пока мы не создадим условия, чтобы он отказался от продолжения войны. Что касается оглашения войны и, соответственно, мобилизации, потому что некоторые разделяют эти два пункта, фактически провозглашение состояния военных действий, военного положения оглашения является основанием для проведения всеобщей мобилизации. Ну, здесь тоже навряд ли это могло произойти. По целому ряду причин, в первую очередь внутриполитических российских, ну, в принципе, и не произошло. И в этом контексте, что было, ну, в принципе, не только я заметил, многие мои коллеги отметили, что Путин говорил очень много о нашей войне, но он ее не называл, не упоминалось ни слова, война, ни слова военная операция, то есть какие-то мифические российские рыцари защищали суверенитет, территориальную целостность на своей земле. Вот это значит о том, что Путин боится высказать прямо о военных действиях в Украине. И, возможно, это уже не совсем нравится российскому обществу, российским лидерам. И второй момент. Исчезла буква З. Вот эта кацапская свастика, она исчезла из парадного поля буквально за несколько дней. Это для меня было неожиданностью. Ни в Севастополе, ни в Калининграде, ни тем более на московском параде. Вот Z, которая еще несколько недель была таким новым символом новой России, она практически исчезла. Это тоже наводит на определенные размышления. Ну, я думаю, что эта проблема больше должна интересовать психологов, социологов, чем военных. Нам надо смотреть технику, смотреть ее состояние, чем враг пугает мир и готовится к тому, что он будет запугивать этими нас. Павел, вы говорите о том, что Путин, возможно, испугался. Но зато его сосед, Александр Лукашенко, не боится. И, имея язык, как помело, язык без костей, он продолжает делать различные сообщения, которые подтверждает его генштаб. Вот из последних новостей. Во-первых, белорусские активисты сообщают о том, что к украинским границам из Минска стягиваются войска. Причем пишут, что происходит расконсервация техники и призыв резервистов в военкоматы. К украинской границе движутся Смерчи и Точка-У. Генштаб Беларуси сообщает о том, что создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции. Минск в рамках проверки разворачивает силы спецопераций на трех тактических направлениях. И тут Лукашенко, о котором я уже упоминал, заявляет следующее. С учетом уроков войны надо определиться, какая война будет в Беларуси, если не дай бог. И поэтому, какое оружие нам нужно будет для нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну. Что происходит? Происходит с Беларуси, с Беларусской стороны, я имею в виду сторону именно как государство, а не как территорию. В принципе, происходит то же самое, что происходило с начала военной операции. Они предоставляли россиянам свою территорию для их оккупационных войск, и при этом же беларусские вооруженные силы создавали, нависая, над нашей границей на других участках, растягивали наших сил, создавали угрозу нападения. Таким образом, оттягивая наши так нужные нам войска в других местах на второстепенные направления с плавным ударом. То же самое происходит сейчас и с учениями белорусскими союзное государство и с обстрелами, накапливанием сил россиян на Черниговском, Сумском направлениях. Они напоминают нам, чтобы мы не забыли, что они есть. Что касается политической риторики Лукашенко, ну, он всегда пытался усидеть на двух стульях, считая, что все остальные едят. Ну, по-моему, иногда у него начинает прозревать вот эта фраза недавняя, его о том, что он точно не знает, как развивается российская операция в Украине. она идет по плану или так, как он ощущает, но ощущает он правильно, правильным местом. Но в любом случае, если верить тому, что сообщают белорусские активисты, то, наверное, новости достаточно тревожные, потому что пишут, что вот эта техника, которая сейчас идет, она идет не только на границе Украины, она идет и на границу с Польшей. Ну, я думаю, что вряд ли белорусы начнут какие-то серьезные боевые действия на польской границе. Тем не менее, опасность втягивания Белоруссии, прямого втягивания в войну с Украиной никуда не делась. в принципе, как и опасность повторной попытки наступления с севера и с северо-востока на Украину. Все будет зависеть от результатов тех битв, которые сейчас происходят на юго-востоке, но тем не менее, такая опасность существует, и ее никто с чаши весов не снимал. Ну, знаете, к сожалению, если будет такое наращивание какого-то военного потенциала Белоруссии на границе с Украиной, ну, как минимум, это часть украинских войск отвлечет от действий на юго-востоке Украины. А с учетом того, что сейчас Россия перебрасывает свой контингент из Сирии, то там, если не ошибаюсь, общее количество контингента насчитывало, по-моему, более 60 тысяч. Ну, во-первых, белорусы не оттянут дополнительные силы наши на свою на границу, потому что они их уже оттянули, и там мы вынуждены все время боевых действий утримывать и держать достаточно крупную группировку сил, которая может при необходимости отразить нападение с белорусского направления, вот, и, безусловно, это плохо, потому что эти войска, подготовленные войска очень нужны нам сейчас в других местах. И белорусы будут продолжать действовать в том же духе, таким образом посленно поддерживая своего суверена. Что касается войск в Сирии, их еще меньше, чем в белорусских войсках, грубо говоря. В реальности группировка вооруженных сил Российской Федерации в Сирии, это представляет собой, во-первых, военно-морская база Тартус, ПМТО, пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, которая занимается обслуживанием группировки военных кораблей, собранной со всех флотов, которые тусуются в районе Сирийского побережья, иногда наносят ракетные удары. Между прочим, как только начали применение калибров и прочих ракет по Украине, значительно по Сирии число ракетных ударов сократилось. И вторая часть, это группировка, это авиабаза ХМИ в районе Латакии, где базируются российские самолеты, наносящие удары по сирийским городам. Вот это наиболее подготовленная часть и, наверное, наиболее необходимая Путину для войны с Украиной, тренированные для нанесения ракетно-бомбовых ударов по городам, по мирным городам, сирийским, российские военные летчики. Часть из них уже побывала в Украине, часть из них сбили, ну и еще часть появится, их тоже собьем, в конце концов. Ну и еще есть небольшое число вагнеровцы, которых, по-моему, уже давно вытащили, пригожиных используют там, где больше платят, из-за Украины платят сейчас больше. В любом случае война в Украине такое окно возможности для сирийской оппозиции, потому что фактически Путин бросает АСАДА, если не полностью, то частично на произволящее. Ну и группировка еще там 63 тысячи это говорят, если я не ошибаюсь, это вообще военнослужащие, которые прошли через Сирию. Сейчас их численно значительно больше. Павел, российские пропагандисты по сообщению генерального главного управления разведки изменили свой вектор в отношении войны с Украиной. Если раньше россиянам скармливали информацию о том, что идет спецоперация так называемая против Украины, то есть фактически российско-украинская война, то сейчас речь идет о вооруженном противостоянии России всем странам Европейского Союза и НАТО. Таким образом пропагандисты надеются объяснить населению неудачи в войне или для смены риторики могут быть иные причины? Полной смены риторики я бы не говорил бы так. В информационном поле российском продолжают существовать и операции российских войск на Донбассе и какая-то глобальная война с НАТО, которая происходит в Украине со всей западной враждебной России цивилизацией. Отчасти оно так и есть. Отчасти они начинали еще в феврале так скажем больше говорили об операции меньше о том, что якобы Россия воюет с западом на территории украины. Сейчас перемещается вектор из с одной из одного месседжа в другой. На самом деле мне кажется, что первое это для внешнего потребления информации с целью запугать наших союзников и партнеров какой-то перерастанием конфликта в третью мировую войну в случае продолжения поддержки финансовой военной военно-технической Украины со стороны запада. Эта карта вряд ли уже играет. А с другой стороны для внутреннего потребления не все россияне не могут понять, как так вышло, что за три дня обещанные и даже за две недели до сих пор не завершилась операция по деноцификации, де милитаризации и где чего-то там в Украине. На самом деле, казалось бы, это должно было произойти молниеносно в течение недели, а уже третий месяц, обозы не там. Российские генералы рассказывают о том, что они в который раз перемешивают украинскую армию на Донбассе, но при этом все русские знают о том, что российская армия ушла с севера Украины. Донбасс большой, Украина маленькая. Павел, я хотел бы сказать вам спасибо. Нас уже ожидает следующий гость. Приходите к нам, всегда рады вам и вашим комментариям. Музыка. Музыка.